В НАТО сделали заявление по войне с Россией. НАТО не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на помощь, оказываемую Украине. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на интервью главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, изданию ИОР. Нет. НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко. Если бы Россия напала на одно из наших государств-членов, было бы совершенно ясно, и мы стараемся дать понять это России с максимальной ясностью, что мы будем защищать каждую пять территории нашего союзника. Тогда будет конфликт России и НАТО, но до этого момента НАТО не воюет с Россией, сказал он. При этом, по его мнению, очень важно, чтобы Украина осталась суверенным государством и Украине решать, чем закончится война. НАТО своими действиями поддерживает Украину и неотъемлемое право Украины защищаться от страны, которая на нее нападает. Так записано в уставе ООН, поэтому правомерно, что члены НАТО и еще более 20 других стран поддерживают Украину. Поддерживают всеми способами, какими могут, добавил Бауэр. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фокрасмусен заявил, что риск прямого вооруженного конфликта между НАТО и России есть. И если российская сторона нападет на Литву, то это и станет причиной начала войны. При этом страны НАТО определили Россию как наиболее значимую и прямую угрозу для безопасности Альянса. Это указано в новой стратегической концепции, которую ранее приняли в Мадриде. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.